Ты играл в Silent Hill 2, будешь снова играть? Я немного поковырял как-то давно, но просто, можно сказать, параллельно-то в то время, в моё детство, как бы, шли две франшизы, да, что Silent Hill и Resident Evil. Я впервые познакомился с Resident Evil, подсел на него, я помню, что, понимаешь, первый с жуткой графикой, да, но сам этот эффект, что, типа, вот, я даже не помню, на чём играл, помню, на компе. И всё, как бы, ты в эту игру, как бы, заходишь, что-то, дом, типа, и там, ну, поэтому сейчас когда-то открыть, посмотреть видео, там будут просто жуткие какие-то полигоны, пиксели, кал. Но тогда это был просто, типа, шок. И там чё-то, типа, заходит, Oh, what is it? It's blood. И всё, такой, стрём, там, собаки эти бегают, дом, вот, короче, это залип капитально. И потом второй раз, один тысяч, потом третий, там, сколько их было, бесконечно играл. А Silent Hill лишь прошёл как-то мимо, и потом попытался уже более взрослым вот здесь открыть, и какая-то чё-то нудятина. По городу ходишь, жухнешь, какой-то, ну, чё-то говнецо, и я сжух. Хотя, вроде как бы, ну, фанатов много в игре. Но вот эти вот ремейки, я просто не понимаю, да, зачем это делать? То есть они ещё, опять же, по какой цене это всё будет? То есть если нормальная, как бы, ААА-игра стоит, допустим, пять штук, ну, тогда, когда ты переделываешь какое-то старое дрисло, даже если оно супер ультра-хитовое, ну, оно даже стоит 700 рублей, объективно. Ну, 700 рублей. Я почему-то не думаю, что оно столько стоит. Но это, объективно, цена для того, что уже было сделано, что уже все поиграли давно, и теперь ты это просто делаешь, как будто бы с более крутой графикой, да пошли вы в жопу. То есть это 700 рублей, опять же, максимум, цена за такую штуку. И так. Да, резик, вот какой-то новый шикарный резик я поиграл бы, но новые резики стали от первого лица. Это сразу на выброс. Это на стриме проходил, какой-то восьмой, или как он там назывался. Потому что от первого лица это всё просто в жопу. Привет, Фред, я живу в Германии, тут тоже есть быдло, но оно очень...